Илья, на ваш взгляд, какие уроки должна извлечь оппозиция из событий 6 мая 2012 года? На мой взгляд, главный урок, что нельзя ничего делать понарошку, нельзя делать что-то наполовину. Надо либо выбирать путь мирного последовательного сопротивления, либо, наоборот, путь революционный. Невозможно пройти посередине. И власть будет нам все время это демонстрировать. Она будет все время натравливать ОМОНовцев на мирные демонстрации. Она будет все время провоцировать то, что потом будет сама называть массовыми беспорядками и арестовывать наших товарищей. Причем далеко не тех, которые вообще хоть как-то участвовали в столкновениях, а просто случайных людей, которые оказались ближе, которых оказалось проще схватить. И вот это, на мой взгляд, то, что нам всем надо понять. Либо есть путь договоренностей, путь парламентский, путь изменения системы изнутри, или есть путь слома ее снаружи. А посередине ничего не бывает. Еще вопрос. Как вы считаете, Кремль прислушается к итогам общественного расследования дела 6 мая? Ну, я сильно в этом сомневаюсь. Судя по тому, как идет расследование Следственного комитета, я думаю, что они решили вести самым жестким путем, невзирая ни на какой закон, даже не пытаясь создать видимость законности в этом так называемом расследовании. Поэтому, конечно, подобные общественные инициативы ей никак не близки. И они будут говорить, что это маргиналы, это люди, которые любители, которые не могут провести расследование, отмахнуться от этого, как от многого другого. Но, тем не менее, я считаю, что сейчас сделано большое дело. Это важно для истории, это важно, чтобы потом, когда власть поменяется, а я не сомневаюсь, что она поменяется в самое ближайшее время, мы могли бы вспомнить эти истинные свидетельства. Были ли какие-то ошибки совершенной оппозиции 6 мая 2012 года? Ну, вы знаете, можно говорить о ошибках политических, идеологических, организационных. Конечно, были. В подготовке любой акции всегда бывают какие-то просчеты. Но важно другое. Важно понять, что 6 мая со стороны оппозиции не было совершено преступления. Вот что главное. А власть, на мой взгляд, именно 6 числа, спровоцировав столкновение между ОМОНом и демонстрантами, совершила самое настоящее тяжкое уголовное преступление. И должна нести за это ответственность. Поэтому ошибки – это ошибки, а преступления – это преступления. И вот здесь надо расставить все точки над их. Как вы считаете, прислушается ли власть к итогам общественного расследования по делу 6 мая? Я бы сказал так. Конечно, решения по обвиняемым ребятам, которые задержаны и содержатся сейчас в следственных изоляторах, по 6 мая, думаю, правителями России уже приняты. Я думаю, что приговором будет выносить не суд. Я думаю, что приговором будет выносить лично Владимир Путин и его ближайшее окружение. И думаю, что, по большому счету, этот приговор у них в голове уже созрел. Но, но, нынешние слушания, вообще вся общественная активность, все, что мы наблюдаем в последнее время вокруг этого дела, говорят о том, что безнаказанно для власти этот произвол не пройдет. И давление на себя со стороны общества власть продолжает ощущать. Я думаю, что это давление будет только усиливаться в ближайшее время. И достигнет своего пика как раз в преддверии будущих выборов в Государственную Думу. И думаю, что до радикальных, серьезных, глубоких изменений нам осталось буквально 2-3 года. Уверен, что гражданское общество в России победит. Какой самый главный урок должна извлечь оппозиция из истории 6 мая 2012 года? Да. Вопрос врасплох. Главный итог, наверное, то, что мы должны противопоставить сплоченности власти, которая, к сожалению, действует не по закону, не по конституции, а, увы, ведет себя по понятиям. И это очень сложно сохранять выдержку, терпение, спокойствие и солидарность в этой обстановке. Но я призываю именно к этому. Это главный урок, потому что наша сила в нашем единении, наша сила в сплоченности, наша сила в том, что мы готовы поддержать всегда друг друга и прийти на помощь в трудные минуты. Без этого нам невозможно дальше существовать. И, естественно, мы должны уже сделать сегодня это движение еще более массовым, привлекать туда более широкие силы, более широкие слои населения, вести каждодневную разъяснительную работу, рассказывать и объяснять, что на самом деле происходит со страной. Потому что вот только что я беседовал с женщиной из Камчатки, они ничего не знают, не 6 мая, они ничего не знают о тех процессах, которые идут в Государственной Думе, они ничего не знают о многих других важнейших событиях в стране. И вот эта информационная оторванность, это вот зомбирующий ящик, который сегодня превратилось в наше телевидение, он делает свою работу. Вот мы должны этому противопоставить наши активнейшие пропагандистские, контрпропагандистские усилия. Как вы считаете, власть извлечет какие-либо уроки из произошедшего 6 мая 2012 года? Она прислушается к итогам общественного расследования? Значит, я лично так считаю, что 6 мая 2013 года, когда вот мы все выйдем на площадь, вот, власть тогда должна принять соответствующие меры. Вот. Иначе власти уже делать нечего. Потому что практически, практически, я сейчас вам скажу следующее, что все ветеранское движение, это все, это 7 миллионов военных пенсионеров настроены против этой власти. Против этой власти. Это, значит, во-первых, Сердюков разгромил военные госпитали, училища, то есть всю, всю разбил инфраструктуру. Это серьезнейший наш, нанес он урон вооруженной силы. Власть врет. Она, значит, назначает разных генералов Моисеевых, обозначает их там главарями ветеранских движений, но все это не так. Вот. Поэтому сейчас идут там в ветеранском движении, значит, образуют разные, значит, параллельные структуры, вот, как это называется, двойники, двойники. Вот, допустим, сейчас они в союзе военных моряков тоже пытаются организовать двойник, другой союз военных моряков, который там предан Кремлю. Но это у них не получается. Не получается. Вот. Но вы выйдете 6 мая? Обязательно 6 мая мы выйдем. Выйдем во всех городах и будем поддерживать. Мы выпустим, значит, и соответствующие постановления, обращения, интернет, так далее и тому подобное. Мы уверены, что вот эти узники, болотные площади будут на свободе. И очень, может быть, к счастью, не к счастью, то, что вот два матроса, Луцкевич и Полихович, оказались там, это еще раз лишний раз показывает, что невиновные. Вы представьте себе, что вот самая интересная ситуация. Когда они служили, Сердюков был министром обороны, ездил, разворовывал страну. Значит, они служили. Значит, Сердюкова выгнали, он уже не на военной службе. Эти ребята, отслужив службу, тяжелейшая служба на корабле, о чем идет речь, пришли на гражданку. В университетах учатся, родители прекрасные. Пошли на митинг, как граждане России. Их сам, значит, отлупили, отдубасили. Вот у Луцкевича фотографии есть. Он же весь исполосован в этих самых дубинках. Сидит в тюрьме. За что, спрашивается. Вот здесь родители, я видел родителей Полиховича. Но самое интересное следующее. Значит, сейчас они потеряли место на учебе. Родители здоровье потеряли. Это тройное наказание на семью и за многие вещи еще. Ну, это же недопустимо. А кто должен ответить за те провокации, которые имели место быть? Президент, он гарант Конституции. Он должен обеспечить нам свободную, хорошую жизнь. А вы верите, что Путин все-таки президент? Нет. Значит, насчет президента, еще раз говорю. Как только состоялись выборы и в Госдуму, и президента, Союз военных моряков сказал, что выборы фальшивые, недействительные. И нам не нужен такой верховный главнокомандующий, который разрушает вооруженные силы. Вот он, вот эти же матросы в запасе. Он должен был поинтересоваться, а почему вот эти матросы, которые вчера служили на боевых кораблях, оказались за решеткой? Но он другим интересуется. Друзья у него, Тимченко. Вот, поэтому наше дело какое, защищать этих матросов, и я уверен, что мы их защитим. Вот. Я посмотрел, как суд, вот как суд проходил. Ну, это же по смешищу. По смешищу. Значит, адвокат. Адвокат, прекрасный адвокат. Вы, по-моему, были на суде там. Нет. Вот. Приносят документы, докладывают. Смотрите, вот характеристики, то-то, то-то. Нет. Следователь по фамилии Быков встает и говорит, если их оставить до суда на свободе, они организуют беспорядки по всей России. Ну, как парень 21 год может организовать беспорядки? Ну, чушь, самое бесусветное. Вот, как приводили премьеры, вот здесь говорят. Ему пишут про одно, а там отвечают, а мы бумагу вашу потеряли. Бумага вроде пришла, но мы не знаем, как на нее ответить. Вот и все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok